всем доброе утро смотрите какое у нас свежее утро снежное наверно минус 1 где-то или минус 2 потому что лежит снежок ветер потихонечку помаленечку зима вступает в свои права у нас на урале позавтракать мы решили сегодня маме кашей потому что ну потому что мы хотели сварить суп молочный с вермишелька вермишели у нас не оказалось также у нас не оказалось сливочного масла и также у нас не оказалось дрожжей для пирожков короче вы поняли то что нам надо в магазин спасибо кашку сварили пирог доедаем срок доедаем в общем все доедаем надо будет сегодня в магазин съездить эти не стану едет это все не уезжаешь и может быть мама сегодня придет красиво на улице снег снежок мы экстренно выезжаем все за мамой заедем и может быть и может быть съездим на ярмарку сельскую нас видите как как хорошо когда есть подогрев обогрев стекла лобового это очень быстро в нашем регионе видите чё коркой прям и вот пока вот это вот дерешь очень много времени проходит а здесь раз и все да хорошо когда обогрев есть лобового стекла за две секунды все оттаивает вот я тоже в это всем привет вот мы за маму съездили я вчера позвонила кстати не позвонила написала врачу своему я просто говорил про анализ камеру и этот маргарита александровна я же ей скинула она мне вчера вечером написала что ничего страшного не переживают я говорю все нормально она говорит а чё ты вообще переживаешь это же говорит анализ на именно на злокачественное образование и на атипичные клетки у тебя же говорит написано что атипичных нет не обнаружено и злокачественных тоже нет она говорит а уж воспаление это ну вот сказала мне что пропить я записала себе это и все говорит будет нормально какая она все-таки это хорошая ну я уже вообще да я вот уже сколько у нее же я не наблюдаюсь она я смотрю она прочитала не ответил думаю ну конечно думаю я ты чё уже у нее нет и наблюдайся она мне уже почти десять вечера она мне пишет перезвони мне пожалуйста я и перезвонила мне все сказала что чё пропить короче ну так очень все нормально оказывается нормальный анализ я перепугалась приехали на сельскую ярмарку сейчас пойду яблочки куплю ну что еще чуть-чуть какую цену а мягкий сладкий 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 а морские а торт какой сена это вешевый прекрасный А я тогда покупала такие мелкие, красные, красные были. Красные это вишневые, но вкус какой называется. А вон капуста есть. Капуста тоже, но и выцелый соль. А зачем? 10 банок посолим, нам что не хватило? Зачем солить 10 банок? Вы что, еще прошлогодняя банка осталась там. 11 банок, вы что? Всегда солю 10 банок, ты что, хватает, вполне еще остается. Путицы, столько народу. Здесь 3. Мед, картошка. Тебе сало надо? Это печень крыски бесподобная. Попробуйте, попробуйте. Украду. Бомба. Нет, ну правда тоже. Ты какого хочешь? Это чья вот эта вот? Палку все? А что, у него красный рыбик? Не знаю. Палку все белый. Чтоб не сомневались, все подкрывал. Спортивка большая вам, пацаны, с большим удовольствием. Что вы хотите, можете перевести мне, если где-то возможности у вас. Что вы хотели? Попробуйте. Просто попробуйте, вы обалдеете. Не то что, пожалуйста, я вас прям прошу, попробуйте. Верю, верю, верю. Не-не-не, я хочу, чтобы вы попробовали. Нет, я верю. Да. Нормально или нет? Это ложки новые, можете не переживать. Вы пьяно телепор снимаете? Нет. Мама. Как? Вот сейчас скажите. Вкусно. А у меня нету больше 3 баночки. У меня только 2 баночки. Ну, давай, я 2 баночки. Нет, ну как, вот мне это скажите, пожалуйста. Печень как печень. Нет, вот попробуйте, не как так печень. Вот возьмите, мужчина, возьмите. Нет, нет, я в Мурманске наелся. Попробуйте, пожалуйста. Там печень, грешки, как-то. Я в Мурманске говорю наелся. Прошу вас. Вот сюда давай. Не замерзлась? Ноги чуть-чуть подмерзают. Ты сейчас ноги замерзлась? Накупили мы яблок, купили рыбки. Мама покупает рыбку. Да. Мы взяли камбулу, 4 штучки. Хорошая рыба здесь. В общем, большой рынок. Здесь что только нет. И мед, и мясо. Сельский такой. У меня опять нос такой красный. Я так замерзла, ребята. У нас сегодня холод, а я в осенних... Не в сапогах даже, а в ботинках. Там очень тонкая подошва. И пока стояли в очереди за яблоками, у меня все ноги замерзли. Вот сейчас Денис мне в ноги печку направил, и я сижу греюсь. А мы ездим по строительным магазинам в поисках вот этих вот наличников для двери. Двери все поставили. Вчера поставили все крайнюю. А вот этих наличников и доборов нигде нет. Представляете? Чисто белых нет нигде. Где уже все строительные магазины объехали. Сейчас по пути еще два строительных. Вот туда заглянем. Если нету, то поедем на заказ уже эти наличники. Оформим, чтобы нам конкретно привезли. Хотела, чтобы мама пошла к нам в гости. Но мама говорит, еще ничего не готовила. А папа сейчас на обед приедет. Папа сегодня на работе. Поэтому мы ее завезли домой. В общем, не пойдет она к нам. Жаль. Ну, может быть, завтра придет. Или мы к ним поедем. В одном магазине мы опять ничего не нашли. Но с сегодняшнего дня просят QR-коды, чтобы зайти в магазин в любой. Представляете? А ничего нету. Просто человек стоит и все. В гос. кулах надо заходить, смотреть. Я говорю, проще в натуре не ходить. Попускай закрываются все заведения и все. Ну, как вот не ходить? Все нужно. Как не ходить? Мне кажется, просто не то, что... А я вот не взяла свой паспорт. А у меня этот QR-код в паспорте. И что теперь? Души просто. Я говорю, малый бизнес. Сейчас прям на карне у нихера нет развиваться. И у меня из-за мат, конечно. А вот галерея... А, подожди, здесь же окна написаны. Все, зайдем, узнаем. А больше не идите? Больше нет. Ну, сбеги по-быстрому спроси. Это у нас, мы сейчас знаете, где находимся. Это у нас детская поликлиника такая красивая, раскрашенная. Это мы с другой стороны, детской поликлиники. Вход с той стороны. Котенок, будешь делать со мной обзор? Давай, ты цены говори, а я буду показывать. Будешь? Будешь делать? Говори. Привет скажи всем. Вот, привет вам от Стеши. Короче, мы приехали. Купили на ярмарке лук. 35 рублей килограмм. Ну, ничего, вроде хороший лучок, свежий. Яблоки 80 рублей килограмм. Яблоки самарские. Всем, кто с Самары, огромный привет. Видели на видео, мы покупали икру. Мама еще пробовала. Икру, и мама пробовала печень. А печень, кстати, чья, интересно? Камчатская. Пусть, Камчат, рыба. Да, Камчатская область. Вам тоже всем привет, если есть кто оттуда смотрит. Печень трески. Борилов всегда беру, когда есть по акции. Взяла одну капусту. Хотела капусту на засолку взять. Мама говорит, я засолила аж 10 банок. Кстати, спрашивали, как мама солит. Найдите. Ролик называется «Деревенское детство». Ровно год назад мы снимали. Мама рассказывала про свое детство. Солила капусту, и там рецепт был. Вот такую жвачку очень люблю. Ментес. Она мягкая и вкусная. Понравились мне кукурузные палочки с апельсином. В обед купила. На работе все съели. Даже домой не донесла. Яйца купили. Вот такие мелкие макарошки для супа. Сегодня не нашли. Дрожжи купила. Хотела сама тесто завести. В итоге тесто взяли. Тесто. 50 рублей килограмм. Сделали прям при мне. Оно вот еще горячее. Она говорит, как раз сейчас делаю хорошее тесто. Поэтому взяла. Чтобы не возиться, в общем. Решила себе сегодня выходной устроить. Летний лук. Масло крестьянское. С Оренбурга знаю. Оренбуржцы вам тоже. Всем огромный привет. И взяли живой квас. А это взяла в аптеке. Гайна Макс. Это мне вчера прописала моя врач. Про которую я говорила. Вот с Хабиевым Маргаритис Анна. Хотя я у нее сейчас не наблюдаюсь. Она все равно мне дала все рекомендации. Сказала, не переживай. У тебя все в порядке. Все хорошо. Вот на всякий случай. Вот такие свечи проставить. Не дешевые сразу говорю. Но говорит очень хорошие. И вот такой препарат. Это то же самое, что аспирин кардио. Или кардиомагнил. Здесь аспиринка и магний. Я очень часто его пью. Мне как-то после него кажется как будто легче что ли. Не знаю. Вот и в общем-то все покупки. Сейчас буду печь пирожки. Денис будет обедать. И потом будем убираться. Потому что у нас дома ужасно. Ужасно. Сколько тебе? Ну ужасно уж господи. Ну ладно. На неделю. На неделю мы вставили двери. Поэтому дома грязно. Будем убираться. Еще забыла, что мы купили камбалу. Всего по 200 рублей килограмм. Я люблю эту рыбу. Потому что ее не надо чистить практически. И она так удобненько ложится на сковородку. Круглая такая. В общем все. Это все, что мы купили. Сейчас напеку пирожков. Мы будем кушать. Она молотит. И рисунст. Дрожжи. Холодильник, наверное, уберу ее? Нет. Сюда. Ну, если нет. Потому что холодильник желательно надежит. Дрожжи, что ли? Дрожжи, что ли? У тебя не настоящие. Масло в одну морозинку, да? Да, одну. Можно было. А у нас есть, кстати, или нет? А я не знаю, вот это все, наверное. А, нет, все. Блин, масло еще не взяли. А в банке вылить, но это не хватит сожарить, наверное. Вот отсюда еще вылить еще. Нет, хватит. А, я смотрю, что-то внизу в одну. Казалось, на дне подсохали. Нет. Мне же хватит, две сковородки поставь. В этом, наверное, сожарить нельзя, наверное. Почему? Пока не лей, пускай высохнет. Сейчас стрелять начнем. Чего, у меня все жесткие. Ну, кажется, сковородки как красиво. Можно две сковородки поставить, а вот там ничего не... Ну, там бы стоило, где она жарится. А где тут больше сковорода? Да, прилипает. А она жарится, можно, наверное, что-нибудь? Почему? Прилипает. Потому что, наверное... Пирожки, что ли, у нас? А помыть надо было, наверное? Я вчера купила. Нет, сейчас пакет не ставим. Ну, так по виду тесто очень хорошее. Не знаю, сейчас посмотрю, как будет. Мне кажется, прям... Я, конечно, люблю пирожки, чтобы были на кефире сделаны. Чтобы такие были немножко... Ладно, где у нас так? Чтобы не теряйтесь. Сейчас из одной части я сделаю, а одну часть оставлю. Может быть, завтра родители... Может, мама придет завтра, не знаю. Может, сама к ней пойдут. Может, сами просто завтра испечем, чтобы... Я вот всегда муку использую. Многие масло используют. Так, наверное, лучше, да, когда масло? Ну, да. Чтобы муки меньше было. Масло подсолнечное прям вот... Это... Видела, как наливают. И лепают пирожки. Класс. Что, вкусно? Угу, вообще классно. Класс купили. Как будто бы... Это свой, да, из банки? Он так и есть, он такой и есть. Намного лучше, и, конечно, и стоит. Не как тебе. Дороже стоит. Ну, что, рубля. Раньше класс 50 рублей стоил, 40 рублей. А тем более, это как дома делают. Вот, и он другой. У меня такие огромные пирожки будут. У меня всегда большие получаются. Как лапти. Да, ты маленькие делай. А если маленькие, то начинка там мало. Я люблю, чтобы много. Ага. Ты не будешь просто кашу кушать, да? Нет, я пирожки кушаю. Я вообще почти уже две недели мечтаю о пирожках с картошкой именно. Ты ложку о чем взяла, да? Нет, я взяла оттуда. Честно, куда я делал? Не знаю. Возьми новую, какая разница. Нет, я новую проху. На ярмарке столько народу хотела поснимать, но там прям люди друг на дружке. Не стало уж. И то, вон, когда снимала, когда мама рыбу пропала, спрашивала, а вы меня снимаете? Я говорю, нет, маму снимаю. Кто как, знаете, на съемку реагирует. Кому-то вообще параллельно снимаешь и снимаешь, даже не спрашивают. Кто-то, конечно, спрашивает, но при мне, ну вот сколько я снимаю, еще не было такого, что прям возмущались, что типа уберите камеру там. Не было такого. Могут спросить там, для чего снимаете или кого снимаете. А возмущений, ну, вроде пока никто не возмущался. Слава богу. Ну, я вообще знаю, что можно снимать там в общественных местах, но я никогда свои права не качаю. Если людям не нравится, то я убираю камеру, мне как-то не это будет. Я не устраиваю скандалы, я знаю, многие блогеры прям возмущаются, что мы имеем право, все такое. Ну, я как-то, нет, не люблю такое. Я человек мирный, если меня просит не снимать, я просто не буду снимать, зачем мне здесь лишний скандал. Все, сковородка разогрелась, потихонечку буду жарить. Сейчас еще один пирожок сделаю как раз. Или нет, наверное, вместе. А то они сейчас это разбухнут и будут здесь под крышкой их жарить или нет. А вообще-то они без мяса, можно без крышки. А доборы мы так и не нашли. Ни наличники, ни доборы. Вот в нашем городе что плохо, одно найдешь, второе, и второе нет. Нет, они не есть, мальчик. Ну, какие есть, не такие же, которые нам надо есть. Просто ждать надо будет. В магазине просто нет. Ну, заказ, да, в магазине в наличии нет, вот что поехала, купила. Заказ надо будет. В Стройландии закончились они. В Стройландии, да, закончились, а в других магазинах... Не знаю, будут поставить, что нет. Есть не белые, есть и вот такие, как у нас, двери, называются они. То ли бланка, то ли бьянка. Бланка, да. Они белые, но с фактуры дерева. В принципе, тоже будет красиво, но они и дороже, конечно, в два раза. Потихонечку убираемся. Денис тут заметает, потому что наш пылесос, он настолько плохо втягивает, что он вот эту вот стружку, он не возьмет пылесосом бесполезно. Такие большие кусочки, дерево, опилки, он просто не втянет. Поэтому пока венечком, потом пылесосом, и потом уже будем мыть полы. А я пойду сейчас протирать все поверхности от пыли. Вот столько у нас пирожков получилось. Это с одного килограмма теста. Скажу, что у меня пирожки все равно вкуснее. Тесто само вкуснее. Видимо, потому что я делаю тесто на кефире, и оно у меня как-то немножко такое с кислицой вкуснее получается. А здесь на воде, наверное, поэтому оно такое прям пресное какое-то. Ну, в общем и целом, очень вкусно получилось. Мы прям рада, объелись пирожков. А вторую половину теста я завтра планирую испечь ватрушки с творогом. У меня творога тоже много. Испеку. Надо вообще взять рецепт у моей свекрови, у тети Нади. Она очень вкусно готовит и печет. Вот пирожки недавно передавала с капустой, очень были вкусные. Мы тут, ребят, все моем, все пооткрывали. Котенок лег на батарею с ненавистью на нас смотрит, скажет, уроды! С каждого рода, да, котенок? Все открыли, а котенок-то мерзнет. Все ухи поотморозил себе, да? Темной, холодный. До чего хороший котенок? До чего умный котенок? Да, котенок, ты же хороший. Умный, хороший, пушистый. Пушистый кот! Дедка, Юра, как у тебя это было? Пошел тебя тут на батарейке? Мой, ты мой, хорошенький. А я пойду полынь помоем. Я попомою. Пошел ты через два? Мне очень сложно. Удили. Меня там. Резинь. Профильм. Субтитры сделал DimaTorzok